Благословение Господне да пребывается всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почтить воскресный день. Вспоминаются строки одной песни, здесь такие слова. Год уже запомнился всем своим количеством смертельных исходов. К сожалению, умирает духовенство и умирают близкие, в том числе для меня люди. И в четверг представился близкий друг нашего храма, один из учредителей нашего храма. То есть, когда образовывался наш храм, наша приходская община, то было определенное количество людей, которые составили начальное ядро этой общины. И вот он был одним из тех, кто захотел быть с нами. Это заштатный клирик Рязанской епархии, заштатный священник Андрей Плянсковский. Многие из нас его знали, потому что отец Андрея был такой очень известной личностью. И в библиотеках он выступал наших, и с людьми общался. И в последние годы его таким служением было служение народу Божию. По слову пророка Иезекииля, который сказал, «Утешай, утешай народ мой». И отец Андрей, будучи очень талантливым человеком, он приходил молиться в соседний с нами храм всех московских святых. И там молился в притворе, и люди уже знали его, подходили к нему, спрашивали советов каких-то. Надо сказать, что человек, он был потрясающе здравомыслящим. Потрясающее добродительное рассуждение у него было. Очень такая. Он очень так жизненно всегда рассуждал. Конечно, в том числе потому, что сам он прошел очень такой непростой путь. Он умер на 95-м году своей жизни. 95 лет. Представляете? А родился он на праздник Успения Божией Матери. И вот каждый праздник Успения он праздновал свой день рождения. Родился в 1926 году и вспоминал, что примечательно, что через него для нашего храма возникла такая вот незримая нить между нашим храмом и Оптиной пустынью. Почему? Потому что, как вспоминал отец Андрей, его тетушка, а он родился в 1926 году, да? То есть вот его тетушка маленьким мальчиком, а жила семья тогда в городе Белев, Тульской губернии. Водила, как он вспоминал, на благословение к Оптинскому старцу. Он предполагал, что это был отец Никон Беляев, преподобный исповедник. Один из последних оптинских старцев. И примечательно, что сама кончина отца Андрея случилась накануне Дня памяти преподобного Амбросия, старца Оптинского и всероссийчего отворца. Тоже так промыслительно все сложилось. У него была потрясающая судьба. Он воевал в 1950 году, как сын врага народа, был осужден еще при Сталине. Шесть лет в лагерей, было у него за плечами. И вот очень такая биография была интереснейшая. Священником он стал только на заре своей жизни в 90-е годы, в начале 90-х годов, был рукоположен в Рязанской епархии, в храме, который находился в имении генерала Скобелева. Там он служил, уже был пожилым человеком, и через какое-то время, послужив какое-то время, он перебирается обратно в Москву, где он был коренным. И к тому времени он уже, так сказать, долгое время жил в Москве. И вот этот опыт, опыт лагерей, опыт скитания по всему миру, потому что он пожил в разных странах за рубежом, и в Италии жил, в Америке жил, так сказать, в разных странах пожил, с многими людьми общался. На Аляске преподавал русскую литературу и русский язык старобрядцам и их детям. Вот такая боевая у него была биография, мы с ним встречались, общались, обсуждали какие-то. Он очень любил русскую классику, русскую литературу, читал наизусть Пушкина, Некрасова, многих других русских поэтов. Как-то у него так к русской литературе была такая прям вот любовь просто великая. И отец Андрей оставил нам курпицы своего опыта, в том числе через те небольшие произведения, которые он в своей жизни написал. Он был членом Союза писателей. И вот у меня в руках такая небольшая книжица, которая была издана при его жизни. И вот в этой книге у него в основном рассказы автобиографические. Он описывает свой лагерный опыт, описывает опыт жизни в разных странах. И вот мне хотелось буквально один абзац зачитать, который мы с ним обсуждали. И как бы понимали, что это вот одна из таких поворотных век в его жизни была, то, что он здесь описывает. Он описывает раба Божия Сергия, который попал в тюрьму, в московскую. И вот, когда он попал в тюрьму и понял, что положение его совсем безнадежное, и помощи ждать неоткуда, он, как всякий утопающий, схватился за соломинку и вспомнил о Боге, который до этого был ему вроде совершенно ни к чему. Сергею страшно захотелось выучить какую-нибудь молитву. Однако из детских наставлений бабушке ему ничего не приходило на память, кроме трех слов молитвы «Богородица, Дева, радуйся». Лопнев же, это был его сокамерник, учился в гимназии и, конечно, учил закон Божий. Сергей обратился к евграфу Павловичу с просьбой прочитать ему хоть какую молитву. Но тот сам, задерганный допросами, плохо что помнил. Все же Сергей проявил тут достаточную настойчивость и даже назойливость. День за днем он вытягивал из старика то одно слово, то другое, хотя у Лопнева все мысли были о несчастной жене, которая была оставлена за пределами тюрьмы. Так по кусочкам совместными усилиями была составлена молитва, которая, каким казалось, была похожа на отче наш. Сергей идеально выучил этот новый вариант молитвы Господней и вскоре почувствовал, как к нему приходит душевное спокойствие. С утра, днем и перед сном он читал свою молитву и ощущал прилив не только душевных, но даже и физических сил. Теперь ему стало легче переносить все тяготы тюремной жизни, а главное муки допросов. И в графу Павловичу он был безгранично благодарен. Вот такой был опыт у него в тюрьме, очень уникальный опыт, обращение к Богу, вопли к Богу. И действительно Господь услышал, услышал, и как мы с вами, я уже говорил, да, шесть лет тюрьмы, они закончились, лагерей. Вот Господь благословил его, благословил его семьей. Надо сказать, что семья тоже по определенным причинам как бы переехала в Северную Америку. Там живут его близкие. А здесь Господь, многих, в том числе прихожан нашего храма, даровал вот этот бесценный дар человеческого общения с замечательным человеком, с замечательным священником Андреем Периансковским. Вечная ему память и Царство Небесное.